И еще один видос, как раз пришел, 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 это следовало как раз за этим, напричну о здоровье. Хочу поблагодарить вас, в юности я прочла ваши книги, в юности люди читали, а сейчас все, ничего не надо, никаких киев, ничего там лежат у меня там этим, мертвым грузом, и здесь никто не читает, особо не слушает. Проверила на себе очищение организма, да это самое лучшее и первое, что позволяет нормализовать его работу. Чистила печень, поголодала 7 дней, из них 3 дня насухо. Не увлекайтесь этим сухим голоданием, вы вот как-то думаете, что это сухое голодание, что-то сделает. Якобы оно один день приравнивается сухого голодания к 3-м, а то 4-м водного. Нет, там в любом случае идут разворачивания процессов, поэтому голодайте, вот как вам хочется пить, попили, не хочется, ну не пьете. Так, это изменило на все последующие 20 лет мою конституцию. Нормальный вес держится уже 20 лет. Раньше была пухляшкой, ушла киста с зуба, вот многие спрашивают, вот киста, вот то, а что делать. На рентген снимке не оказалось следов от нее. Все может уйти, все может уйти просто от того, что я вот описал в этих книгах, целительной силой или в основах здоровья. Вообще не болела простудными болезнями. После рождения ребенка снизился иммунитет, часто болеет. Пришло время вновь заняться лечением по вашей методике. Не лечением, а нормализацией своего собственного организма. Да, люди, ребенок родился, тут не до себя любимого. Надо то и все делать. Бывает. Заказала книгу Мария. Ну, насколько я понимаю, Мария – женщина-доктор. Написал я такую книжку, я уже, правда, и забыл, помню, что такое что-то есть. Еще, когда маме исполнилось 60 лет, у нее резко пошел лишний вес, заболели суставы, сердечный крыс. Видите, вот, как бы сказать, человек жил самотехом, жил, 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 а потом вот где-то после 50, ну, 60, вообще-то считается, лично я считаю, да это нормально человек пожил-то вообще. Знаете, вот, пока у него жизненные силы были, пока все это могло, это самое. Вот и все, он дальше, ну, редкие люди, конечно, живут и подольше, там всякое там, роборе бывает. Вот, но это уже примерно, так сказать, 60-70 лет, и человека уже нет. То есть он, можно сказать, выработал свой жизненный потенциал, который, вот, да, ну, кому-то больше, кому-то меньше. Но, но, если же мы позаботимся о себе любимым с помощью простых процедур, то можно жить и дальше. Итак, она готовилась умирать, так как наши близкие родичи умирали рано. Ну, естественно, как, и знаете, и это все нормально считается, ну, рано там, ну, ну, в 40 лет как-то неохота, ну, в 50, тоже неохота, ну, где-то 60, за 60, так, примерно, вот. Если вы ничего не делаете, и потом вдруг, а если вы что-то делаете, да вы можете еще, хо-хо-хо. Но я познакомил ее с вашей методикой. Вот в чем она заключалась, пишет. Она чистила печень, клизмы, голодала по 1-2 дня регулярно. То есть прочистила себя, потому что за 60 лет там накопилось столько усего, что мешает протеканию жизненных процессов. А нам надо это все убрать, чтобы эти жизненные процессы более-менее, даже на остатки жизненной энергии у 60-летнего человека работали более-менее нормально. Вес нормализовался. А вес нормализовался, смотрите, лишний вес. А что такое лишний вес? Лишний вес – это жировая инертная ткань, куда организм складывает разного рода шлаки и прочие вещества, там, обмена ненужные, которые он не может почему-то вывести. Поэтому он начинает полнеть, все это отлаживая вот в эту вот жирную ткань, в жир этот, чтобы туда. Там, грубо говоря, в организме сохраняется более-менее чистота, а вся эта бяка как оттуда в жировую ткань поотлаживалась, да и живем дальше. Так, вес нормализовался, ушли эти шлаки, нечего, организму незачем держать лишний вес. Лишний вес – это как правило, когда у вас был один вес, а потом вот как в 60 лет резко прибылось. Это запасник или могильник шлака. Раз вы поступаете, чистите, а он не нужен, он сам собой исчезает, что приятно понятно. Суставы. А суставы, естественно, вес уменьшился, не такая уж нагрузка пошла. Да вообще они оздоравливаются от правильно проведенного вот этого вот оздоровления естественного, питания, очищения и так далее. Слава Богу, под контролем, как и сердце. Ваши знания, которыми вы поделились, вот я делюсь с вами, щедро делюсь, я беседую. Хотя, говорю, мог бы я там это самое, у Тимошки пограть на гармошке. Ну почему-то, вы знаете, мне как-то интереснее вот, все-таки вот так свое время уделить вам, нежели там по бреньке на Тимошке, или сочинить очередной, допустим, свой какой-то музон. Продлели моей мамулечке жизнь и активность. Слава Богу, что есть вы, Светоч. Ну как, ну кто может назвать себя Светочем? Вот подумайте. Особенно во время упадка медицины в наше время, видите, вот подчеркивается, упадок медицины. Я знаете, я бы не сказал, что произошел упадок медицины. Просто-напросто она в качестве главного направления выбрала не здоровье, чтобы человек пришел, и она с ним поработала, и он, как говорится, это самое, обрел полное здоровье. А она выделила направление, вот как раз снятие симптомов болевых. У вас что-то заболело, мы это убираем. А какие причины были, мы их не трогаем, потому что вы через некоторое время опять к нам обратитесь и принесете мани, 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 мы не люди, а кармани. Видали в белых халатах, там карманы такие побольше. Вот, вот такое оно направление привело. Я говорю, как только человек более-менее богатый, но вот, его берут в оборот и вот-вот стращают разными вещами. Надо же так придумать у Кунгурова, мы эту энергию органов перенаправим, чтобы все пошло в голос. Стоп, Женя, она тогда задала энергию, ну так вот, чисто теоретически, энергию органов перенаправим в голос, чтобы он был. А как эти органы будут работать? Как они будут работать? Если они не будут работать, то, грубо говоря, у тебя здоровья не будет. А здоровья не будет, какой там голос будет? Ну что это такое? Это специалисты там такие. Ой-ой-ой-ой. Упадок, не упадок, а просто смотрят в противоположные стороны. Вот тут вы можете обрести здоровье без всяких этих самых операций и прочих-прочих. А там вы можете обрести инвалидность. И скажут, ну, вот на протезах ты там ходишь, там, как фигурист наш, ну, как катаешься, то есть всё, пятое, десятое, ну, ты же живой, живой, да, нормально. И вот так вот вам всё переда. Ваш труд во благо, только продолжайте показывать на своём примере, не молчите. И вот не молчу. Я уже, знаете, не хочу вот что-то там действительно рассказывать, показывать. Смотрите, в конце концов, на меня. Вот чем я занимаюсь, я так выкладываю. Что я там делаю, что там это. И что получается в конце концов. Потому что вот эти вот примеры, вот эти книги уже что-то не смотрят. А ещё хочу сказать, столько молодых людей, женщин, ой-ой-ой-ой, и их ждут вот так вот в операционной палате, их ждёт инвалидность, что мы вам что-то там поудаляем. И у мужиков что-то там такое подобное. Короче, кошмар. Поэтому проявляйте свою благотворительность, поддерживайте канал. Так как вы там считаете нужным, проявляя благотворительность, вы вот как раз становитесь сами подобным творцу, который безвозмездно тратит самого себя на своё творение.